Итак, уходят отцы нашего движения в лучший мир. И я думаю, что пришло время, хотя бы кратко, если не подвести итог тому, что мы сделали, но всё-таки просмотреть те сильные и слабые стороны, которые в нашем движении были, поразмышлять над теми сильными и слабыми сторонами, которые есть у наших противников, то бишь официальной науки, ну и по возможности сделать какой-то вывод. Мы с вами, как всегда, примем в конце некую декларацию. Пожалуйста, размышляйте и подходите к Егору Васильевичу Пестереву со своими абзацами в такую декларацию. Но вообще о полезности или бесполезности таких деклараций я, может быть, скажу в конце. А сейчас я хотел бы вернуться к тому, что приходит время передавать выпадающее знамя новому поколению, и для этого нам надо всё-таки понять, а что же мы сделали. Начнём, пожалуй, с противникам. В чём их сила? Сила прежде всего в традиции, в отработанности того материала, который они нам, ну, скажем, вешают на уши. Сила в том, что к этому материалу студенты привыкают с университетских пелёнок. А то, что вошло, верно или неверно, религия или наука, то, что вошло с детства, то с трудом изменяется в будущем. Второе – это административная и финансовая поддержка, которую оказывает официальной науке, ну, наше общество. Причём, ну, я сказал, общество. Общество, мне кажется, уже давно сомневается в этой науке, но, по крайней мере, административный аппарат. Вот в административном аппарате мы, конечно, наблюдаем полную поддержку официальной науке. Ну, может быть, сразу и отвлекусь. Вот многие мои коллеги говорят мне, давайте напишем письмо, мы объясним, как важно то, что мы делаем, как неверно то, что делают они. И я попытался представить себя на месте, ну, самого высокого чина, чиновой иерархии. И вот я вам поверил. Что вы сделали? И сказал, да, вот тебе все деньги, государство, давай, начинай своё. Ну, если не сто процентов, то девяносто девять начнёт, мне кажется, с того, что будет все деньги бросать на свою идею. Вот его идея правильная. И тогда мы получим новое явление, в котором снова придётся бороться со всем этим же самым. Я говорю это всё к тому, что добро и зло очень перемешано в этой жизни. И мы должны понимать, что наши лучшие дела и лучшие пожелания иногда сталкиваются вот с этим двойственным началом. Ну, давайте всё же скажем прежде всего о том, что легло в основу вот нынешней официальной науки и что нам кажется неверным. Ну, мне кажется, что самым проблематичным было ну, как бы сочетание вот этой новой тенденции. Ну, в девятнадцатом веке эта тенденция, о которой я скажу, уже появилась, но где-то в начале девятнадцатого её ещё не было. Учения, учёба, учёбы, учёные не были столь, скажем так, авторитетны и оплачиваемы в государстве. А были там какие-то химики или алхимики, которые в горшках чего-то там переваривали, начальники там сажали в подвал, чтобы они не убежали, и которые работали за идею. Постепенно за девятнадцатый и начало двадцатого века, кроме идеи, стало выгодно заниматься наукой. и поэтому вот мне мой товарищ из Америки прислал толстенную книгу биографию Эйнштейна из Аксон, по-моему, автора книги. Я его, конечно, поблагодарил, сказал, что мне это интересно, но я, видимо, буду читать это всю оставшуюся жизнь. Все же кое-что я прочитал и обнаружил одну интересную вещь. У Эйнштейна перед его выходом в величие были огромные проблемы с деньгами и, соответственно, с семейной жизнью. Ему срочно нужны были объяснения и выход. То, что при этом там некие социальные силы стали работать и что-то делать, это мы еще, может быть, скажем, или, может быть, вы это знаете. Но стремление получить, а не отдать, стало основой для научной деятельности. Вот, кажется, мне, что легло, ну, скажем, в психологическую основу той картины, которую мы сейчас наблюдаем в науке. Я, пожалуй, все-таки кратенько повторю. Значит, специальная теория относительности, ведь она настолько абсурдна с первого взгляда, что странно, чтобы кто-то поверил, отдельный человек, а чтобы в это поверили все, как же это получилось. Ну, об этом еще, наверное, скажут, у нас тут много противников теории относительности, об этом еще поговорят. Я скажу просто о реакции официальной физики на вот такой мелкий факт, общая теория относительности. Ну, все знают, я не буду повторять, но известно предсказания Инжей, не сразу, кстати говоря, он вначале говорил, что луч от далекой звезды не будет отклоняться в гравитационном поле Солнца больше, чем по Ньютону. Потом он сказал, что вдвойне, потом поколебался, но был поставлен эксперимент, известный эксперимент, ездили там, это все надо было сделать в рамках затмения Солнца, ездили, и что подтвердилось? Три года назад из Канады два канадских астронома, которые занимаются Солнцем, я, три года назад я получил от них известие, а они, видимо, это сделали раньше. Так вот, три года назад я узнал вот что, какую картину, они занимаются тоже Солнцем, им нужен тот же самый эффект. И они сходу уперлись в то, что солнечные протуберанцы, вообще неспокойное Солнце, на порядок превышает искомый эффект. То есть, то, что мы наблюдаем, это вовсе не обязательно эффект теории относительности. Они, конечно, заинтересовались, как это получилось. То есть, они удивились, что сто лет назад было спокойно сделано то, что они не могут сделать сейчас. Что выяснилось? Сохранились эти снимки, тогда еще стеклышки были, эти снимки сохранились. Что оказалось? Ну, я, может быть, немножко вам навру с точными процентами, они у меня в голове не укладываются. Значит, ну, примерно так. Сто было сделано снимков. Из них 20% посчитали, ну, просто бракованные. Из оставшихся только 30% давало удвоение. Все остальные давали или много больше, или много меньше. решили, что 30% важнее всего остального. Они не поленились, посмотрели, а кто финансировал это дело? Финансировал Рокфеллер и этот англо-французский банковский дом Ротшильд. Ротшильд виноват. Я Рокфеллера даром в данном случае припел. Ротшильд. Да-да-да, Ротшильд. Ротшильд даже потом финансировал исследование, ну, главного, так сказать, руководителя этой самой делегации. Все это я вам рассказываю не только для того, чтобы показать, что, так сказать, подлог начинался уже давно, сколько для того, чтобы проиллюстрировать реакцию официальной физики. Какова, вот предположите, какова была реакция официальной физики англо-канадской? Убедительная победа теория относительно ну, уж вы совсем прямо. Нет, нет, все значительно проще и умнее. Конечно, есть, выявились сомнения, да-да-да, нет-нет. Но вот если вы нам дадите 3 миллиарда долларов, мы завесим там вокруг Солнца спутники, и вот, значит, тогда-то вот уже никаких сомнений ни у кого не останется. Эксперимент вообще некорректно поставлен. Да, это как бы я в данном случае я говорю о наших, ну, скажем, оппонентах. Ну, я не буду говорить дальше о квантовой механике, там, в общем, можно тоже привести аналогичные примеры. В заключение этой части своего разговора я, пожалуй, вспомню Валерия Брюсова. Однажды, ошибясь при выборе дороги, они упорно шли, глядя на свой компас. И был их труд велик, шаги их были строги, но уводил их прочь от цели каждый час. Вот, мне кажется, современная физика все-таки скоро должна упереться в некую истину, а может быть, это и бесконечный такой процесс. Бесконечный? Безусловно, должна. Должна, да. Но мы оптимисты все. Как ты полусмеришь. бесконечная. Глупость бесконечная. Так. Ну, давайте, давайте, я боюсь, время мое, к сожалению, кончается. У меня тут еще кое-какие выпады в адрес наших оппонентов, но мы их отложим, я думаю, их восполнят многие из выступающих. Мне бы хотелось сосредоточиться на наших слабостях. В чем я вижу слабости нашего движения? и это наиболее трудный вопрос, потому что каждый приезжает сюда защищать своего ребенка. Не просто ребенка, а ребенка, так сказать, обижаемого, который, да, который все пытаются, так сказать, поставить на место. он же такой хороший, он же, вот, я же понимаю, сколь он хорош. Давайте зададим себе вопрос, хорошо это или плохо? Ну, наверное, как уже всякое событие в нашей жизни, и хорошо, и плохо. Трудно критиковать себя, трудно призывать критики себя. Мне один мой друг психолог задал такую простую задачку, которую я могу поставить всем присутствующим. Ударьте себя так изо всей силы, чтобы вам стало действительно больно. Давайте-ка попробуем. Кто сможет это сделать? Итак, провозглашая доктрину самокритики, мы должны понимать, что нам иногда это будет больно, что нам иногда будет нужно посидеть, кому поплакать, кому выпить водки, а кому чего-нибудь еще, но как-то прийти в себя. Поэтому мой первый призыв к нам ко всем и к той молодежи, которая должна прийти мне и другим на смену, это всячески проповедовать самокритику, не бояться говорить друг другу, где он не прав, на мой взгляд, но делать это доброжелательно, спокойно и не в той обстановке травли, которая нам предлагает. Наша сила, наша сила в том, что мы искренне, мы верим в то, что мы делаем, и это заставляет нас и тратить деньги вместо того, чтобы получать их на науку и делать много-много вещей. Я вспоминаю, какой-то не эксперимент, конечно, а факт, который я слышу. Женщина подняла трехтонную машину со своего ребенка, на которого эта машина наехала. Вот в нас есть эта сила, но она должна быть нами направляема не только на на пропаганду своих идей, но и на доброжелательную поддержку идей других. них. Ну, и чтобы не затягивать моего, по-видимому, затянувшегося доклада, я, пожалуй, попробую предложить алгоритм наших каких-то разумных действий. прежде всего, я думаю, что нам надо продолжать собираться. Мы со своей стороны, то есть клуб ученых, мы готовы продолжать эту традицию и что можем сделать, но нам нужна поддержка и прежде всего моральная в том смысле, чтобы кто-то взял на себя часть труда по организации таких собраний. Если у кого-то есть готовые, есть силы и готовность нас поддержать, мы это будем всячески приветствовать. Нам нужно интенсивнее выходить в интернет. Мы пытались уже сделать это. Скажу, что опыт не то, что совсем не удался, но во многом не удался. Группа людей, которые заинтересовались этим, оказалась очень узкой и как бы не готовой к продуктивному диалогу, к тому, чтобы воспринять других и как-то адаптироваться самим. Значит, специалистам, Иван, к тебе мой косвенный призыв. Надо подумать, как мы должны выглядеть в интернете. С Егором Васильевичем посидите, господин Клачков, к вам это тоже относится. И не только к тем, кому я сказал, это относится ко всем, кто готов в этом поучаствовать. Значит, надо продумать нам интернет-политику. Она у нас пока спонтанная, я в этом мало что могу как бы способствовать, разве что в общем смысле. Егор Васильевич тоже занят, и у него тоже много дел. Значит, это призыв остается. Журналы. Журналы совсем сложно. Потому что если интернет можно, если не совсем без финансирования, то на минимальном финансировании каком-то. А вот журналы надо бумагу, надо много чего, надо постоянную редколлегию. И здесь тоже я свожу это все к призыву, к тому, чтобы для начала хотя бы посоветовать, с чего начать. Ну, а с чего начать, это значит и кто начнет. Потому что важно в этих делах не только что, и не столько даже, может быть, что, а кто. Кто готовый пожертвовать своим временем, своими интересами, своими силами, кто сможет нам помочь. Ну, то, что надо повышать качество работ, все-таки к нам приходит очень много людей, ну, как бы неофитов, которые увидели какую-то проблему в физике, и вот он понял, что это проблема, и у него пришло в голову, что вот это вот легко разрешить. Он приходит и обижается, когда ему начинаешь говорить, что вот да, да, конечно, но посмотрите все же. вот эту обидчивость надо в себе подавлять. Ожидайте, что вам скажут. Нет, еще далеко не все, и не так, и не оттуда. Вот это еще один мой призыв. Ну, и, наконец, может быть, самое главное, прикладные задачи. Итак, у наших оппонентов деньги. Нам эти деньги тоже нужны. Их мы можем получить только если предложен практичную, важную и доходную задачу. На меня вышел некий представитель, ну, не фонда, а он сам, как бы, он не спонсор, но специалист по финансированию, назовем это так, который готов, он, я надеюсь, не вижу его здесь, но он собирался прийти на наше собрание, готов поучаствовать в финансировании ваших идей, не в финансировании, еще раз скажу, а в организации продвижения таких работ. Я что-то русского слова я не нахожу. Прогрещен, прогрещен этих вопросов. Ладно. Итак, прикладные задачи и спонсоры. Не можем сами давайте обращаться к тем, кто умеет. давайте привлекать специалистов в этой области. Мы все, и я, может быть, в первую очередь, отнюдь не специалисты по, скажем так, продаже своих идей. Мы, к сожалению, еще очень, как бы, школьно ко всему относимся. Между тем, и вот уже здесь, мне умные люди подсказывают, и я ожидаю от вас неких размышлений на тему приложений и финансирования. Повторюсь, уже появляются люди, которые понимают, что новые идеи важны, что они нужны, и которые готовы принять на себя часть тех забот, которые, конечно, возлагаются на людей, пробивающих свои собственные идеи. Ну, вот я немножко перебрал время, которое намеревался. Я не буду говорить... Вопрос, ну, совсем кратенький. Здесь можно, наверное, так нажать. А, вот говорить, да. Вот к этому вопросу важно. Не могли бы вы прокомментировать динамику рейтинга вот нашего, так сказать, Конгресса в нашей стране? Ну, я, хотя я работал в Институте социально-экономических проблем долго, я, к сожалению, не социолог, у меня такого рейтинга нет. Я могу только сказать следующее, что у нас в этот раз будет без малого сто докладов. В прошлый раз их было значительно меньше, но меня Егор Васильевич поправит, если я немного... Порядка шестидесяти, по-моему, было. Значит, наше дело живо. Вопрос в том, чтобы его не загубить и чтобы его возглавили люди, заинтересованные в продвижении вот этого направления. И я вынужден закончить словами не своими и, может быть, не самого любимого мной человека. Наше дело правое, победа будет за нами.